Танкисты, всем привет, всем хорошего настроения, приятного просмотра. Сегодня я хочу поговорить с вами про Эмили-1951 и именно про тот танк, который стоит приобрести на аукционе на третьей волне. Почему вы спросите именно его? Ну, честно говоря, я очень долго сомневался, что мне приобрести, так как 10 тысяч голды только было. И я сомневался, что приобрести его, либо же КПЗ-70. Но почему-то выбор пал в сторону Эмили-1951. Возможно, потому что КПЗ-70 против 10 уровня весьма такой, знаете, тихий, спокойный танк, на котором не слишком-то уж много что можно сделать. Но, с другой стороны, КПЗ-70 это кайфовая девятка, на которой просто можно отдыхать, потому что у него есть крепкая башня, у него есть альфа и у него есть неплохая подвижность с маневренностью. Но, пацаны, выбор мой пал все-таки на Эмили-1951. Многие скажут, что прокачиваемая версия Эмили-1951 гораздо лучше, чем эта. Но, пацаны, на самом деле я не считаю так, потому что для меня это лучшая версия АМХ-50Б в былые времена. Он быстрый, у него нормально все с поворотом башни и корпуса. Да, он без брони. Но иногда, если ты поднимаешь вот таким вот образом башенку наверх, делая солидную переведенку, то тебя и в башню могут не пробить. Корпус картон, но иногда даже и катками можно танковать. Он фугасится, пацаны, в корму, он фугасится в борт. То есть здесь вообще нет никаких проблем для того, чтобы там какие-нибудь СУ-152 тебя просто унижали. Но его фишка в том, что на нем какой-то кайф наносить в домах. Я не понимаю, в чем прикол. Давайте быстренько пробежимся по техническим характеристикам и, возможно, с вами что-то допоймем. Ну вот смотри, башня 160 мм, в корпусе 100 мм. То есть, в принципе, лоб неплохо так забронирован. Просто борт и корма, это просто закрываем глаза и забываем, что такое броня. Идем дальше. Урон в минуту 2045. Ребят, для барабана это нормально. Но могу сказать, что перезарядка магазином 21 секунду, это реально очень долго. Время перезарядки снаряда в магазине 3 секунды и их там 3. Ну, здесь я соглашусь. Ну, дайте КД барабана, ну, 18 секунд хотя бы. Ну, тяжеловато 21 секунду страдать ездить и иногда не знать, что делать. Что у нас, пацаны, по пробитию? Бронебойный 241 мм. Но это в том случае, если ты поставил калиброванные снаряды и 284 подкалиберы. С одной стороны, подкалибер я не очень люблю, но, пацаны, как же они кайфово летят. Практически не нужно брать упреждения. Ну, и осколочные фугасные снаряды 58 имеют пробитие. Это против борщей, против всяких там штруделемилей и так далее, так далее, так далее. То есть, особо здесь ничего выдающегося нет. 310 урон, но я могу сказать. Может быть, я, конечно, уже придумываю и наговариваю. Ну, я зачастую 340 альфа увидел, 350. Ну, нет ощущения, что альфа 310, как будто бы она тут. 350. Я вот вам честно по ощущению говорю. А сведение 4 секунды, ребят, это много. Это по-настоящему много. Разброс на 100 метров 0,344. Я пока катаю на таком оборудовании. Возможно, 0,310 было бы лучше. Но я, пацаны, вот тот бой, который я подготовил, я катал на предыдущем оборудовании, когда сведение было 4,1 секунда. Сейчас 4,4, но зато разброс 0,310. Но, пацаны, могу сказать, что когда у меня стоял стабилизатор вертикальной наводки, я даже в этом случае не испытывал никаких проблем с точностью. Вот какая-то у него особенность. Вот ты видишь такой круг разброса, но, блин, попадает в цель. Увы, минус 10, пацаны. Ну, и скорость, подвижность, и башня 32 поворачивается, и корпус 36 вертится градусов в секунду. То есть, в этом смысле здесь кайф. Ну, что, ребят, переходим к самому интересному, а то что-то я заболтался. Ну, и, конечно же, пацаны, я его приобрел за десяточку, нисколько не жили, или за 9,5. И приобрел, спасибо огромное, Виталику, еще приобрел вот этот вот замечательный камуфляж. Ну, как этот танк в ПБРе, да еще и не в легендарочке. Ну, это просто какое-то преступление. А, еще я навесил на него вот этот вот пулеметчик, и считаю, что он очень гармонично выглядит. Ну, что, пацаны, посмотрим самое интересное. Пацаны, кто не был на вчерашнем стриме, могу сказать, что у меня просто отсутствовали практически победа. Ну, ладно, не полностью они отсутствовали. Процент побед на этом танке у меня составил порядка 55, или 56 процентов. Но средуха 3, 400, ребят, я понимаю, что я играю в нубки, но, тем не менее, на том же, например, каком-нибудь 252 или 53 тп, у меня не получилось сделать таких цифр. Ну, просто вдумайтесь, 3 практически с половиной тысячи. И я вам отвечаю, ребят, что не бой, то какой-то настрел. Даже в сливах, пацаны, даже при сливах я наносил там от 3 тысяч. То есть, он, за счет того, что ты понимаешь, что у него, ну, практически нет брони, ты сам будешь на этом танке играть более аккуратно. Вот, то есть, ты не будешь лишний раз подставляться, как на каком-нибудь там 252, либо же Тигре 2, думая, что сейчас я все танкану. Ты играешь аккуратнее. Ты, вот, я, по крайней мере, стараюсь стрелять выверенно и пробивать каждую тычку. Все, пацаны, тысяча урона практически у меня есть. И реализовать барабан на этой штуке достаточно просто. Вот, и быстро... Кстати говоря, я вот только сейчас замечу, что в меня, блин, по-моему, кто-то пуляет. А тут, боже, блин, как же он не в тему здесь оказался. То есть, если ты отворачиваешь башню, ну, и ты видишь борща, отворачиваешь башню, ты как бы понимаешь, что у тебя сейчас прилетит, скорее всего, фугасов. Вот, ФЦМ пытается что-то там танковать, но не стоит. Ребят, здесь я не стал выждать, я не стал выцеливать, там, вот этого бедолагу на среднем танке. Я дал наверняка почифтану, потому что мне нужен урон. Две тысячи уже настреленного урона есть. Два барабана, два касселя. То есть, по сути, еще бой даже можно назвать затяжной, потому что никто еще не отлетел. Ну, он сейчас будет, наверное, отлетать в ЦМ-50 тонн. Я же говорю, что иногда, я не знаю, каким образом он танкует. Пробитие, ребят, да посмотри, это, я извиняюсь, кто не любит, когда я ставлю на паузу, это тигр. Не смотрите на башню, я говорю про корпус. Это тигр выглядит так на обычных ББшках. То есть, если ты заряжаешь под калибер, он у тебя весь полностью серого цвета. Я понимаю, что тигр сейчас особо не доворачивал, но тем не менее, ребят, на таком расстоянии мы просто насквозь пробиваем тигра. И вот здесь я практически совершил огромную ошибку, потому что я только думаю, сейчас нужно, наверное, поддавливать. И только минус борщ, минус тайп 62. У нас уже минус трое, у них всего лишь минус один. Я думаю, ну все, попал я, потому что фульный ВК-100, борщ, который меня, естественно, сейчас будет пробивать. Ну, я здесь, я не знаю, зачем я тут подставляюсь, но тем не менее, так вот, так и нас случилось. Ребят, гораздо приятнее быть непробитым, я не знаю, как это правильно сказать, гораздо приятнее получить непробитие, если ты на это не рассчитываешь, и гораздо более обидно, что тебя каждый, сука, тысячкой пробивает, когда ты якобы на броне. Вот гораздо приятнее танковать на имели, когда ты на это не рассчитываешь, чем получать пробитие за пробитием на каком-нибудь мега бронированном 252. Это факт, пацаны. Ну и надо тут уже каким-то образом, наверное, на ВК... Ну, блин, борщ мешается, у него хоть 100 хп, но он, блин... Ну, я его забираю, пацаны, я его должен забирать, потому что он очень опасен. Катками эта штука как-то танкует. Я не знаю, ребят, честное слово, но я не раз замечал, что он танкует именно катками. Может быть, какими-то сумасшедшими VR-ными моментами мы должны благодарить их за такие непробития. Но остается фактом, вы сами видели, что несколько непробитий на 875 я получил. И тут, я понимаю, 4600 урона, но надо просто лететь и попытаться, во-первых, забрать Тайпаши от второго. И, во-вторых, найти Штруделя и Миля. И, возможно, будет 4 фрага, и тогда точно, пацаны, медаль мастера у меня в кармане. И, кстати говоря, этот бой, по-моему, мастерос был, если я не ошибаюсь, вторым. Первый мастер был тоже на 5000 урона. Ну, это максимальный урон, который у меня получалось давать на этом танке. На 250 фарм, да, было там под 6000 урона, но там как-то совсем-совсем новички были в те разы. Итог. 5,5 косариков, заблокированный 1300. И давайте посмотрим, что по итогу фарма. 250 тысяч фарма, ребят, ну не кайф ли это, а? Да, мне дали дополнительно чуть-чуть серебрюшка за мастера, мне дали, наверное, за воина дополнительно немножко сыпанули и за основной калибр. Но все равно эта штука нормально фармит. Но только, конечно же, в том случае, если ты настреливаешь на ней урон. Если ты будешь отлетать в первые минуты, ну, чувак, извини. Этот танк, сразу могу сказать, этот танк на любителей. И не всем он зайдет, это совершенно точно. Но мне он нравится больше. Я всегда это говорю, что он мне нравится больше, чем, например, даже если сравнивать с Эмилем-1. Эмилем-1 для меня, ну, очень тугой. Ему, если кританут какого-нибудь, я не знаю, механика-водителя, то это просто недвижимое имущество, он просто никуда не едет. Здесь такой проблемы нет. Я вот за 30 боев или сколько я на этом танке отыграл, могу сказать, что каких-то явных критов я не ощущал. Ну, то есть не было такого, что я вот прям сконцентрирован на том, что мне постоянно что-то критует. Нет, такого нет. Очень приятный, очень легкий, спокойный танк. На основе у меня на нем 2 300 среднего урона. Здесь, конечно же, больше, и эта цифра составляет 3 400. Здесь я кайфую на нем. Танкисты, я очень надеюсь, что я вам помог сделать какой-то правильный выбор. Эмиле-1951 определенно точно стоит для того, чтобы его рассмотрели при покупке в третьей волне аукциона. Но всегда выбор стоит сказать, что это же за вами, потому что это все-таки танк. Не совсем можно причислить к какому-то, знаете, такому мастхеву, что ли. Ну, то есть кому-то зайдет, кому-то кто-то будет плеваться от этой штуки, кто-то говорить будет, что он картон с вечным кадром барабана. Но мне очень сильно он понравился. Но и у него, пацаны, над ним работали. Он очень круто выглядит. Народ, у меня все. Всем огромное спасибо за то, что посмотрели это видео до конца. Поставили лайк, ну и, конечно же, подписались на канал. Всем пока-пока.